доброго всему солнечного утра друзья наши далекие близкие озеро укрыто туманом почти нет снега в альпах лево такой радостным чится вниз но вот когда за ним нужно вот так вот поспешать да яси я уже рассказывала вам когда за ним идешь он знаете как дети они прям чувствуют мама за тобой пойдет потому что он любит туда ходить там очень много следов я сейчас хочу сделать небольшой круг очень тепло вы знаете даже не столько тепло сколько солнце тебя нагревает то есть на улице достаточно прохладно а вот уже одежду особенно темное солнышко нагревает и вообще конечно очень здорово что стоят солнечные дни правда хоть через один но все равно о ребят кто спрашивал нашелся паспорт очень странно но нашелся я конечно не рассказываю всех припятий на эту тему остается за кадром но тем не менее паспорт есть и уже по крайней мере одними переживаниями меньше это куда оно у нас пошло ты посмотри ты посмотри ты посмотри даже не смотрит даже не обращает внимание где мать что мать вот хитрая рыжая морда то есть типа но он конечно след взял потому что здесь оленей много ну что вот останусь буду стоять здесь прямо он увлекся и пошел и пошел себе интересное кино ты посмотри даже не оборачивается ну все ты доигрался похоже лево все теперь только на поводке я конечно с поводком ты посмотри ушел и ушел интересно он на каком этапе поймет что меня рядом нет а ты посмотри и пошел и ведь пошел ты посмотри на него и он даже не оборачивается представляете ну надо же вышла спокойно погулять ну вообще это ну километр туда ну потом расскажу чем дело закончилось то есть я его уже из виду потеряла может он где-нибудь свернул там налево направо не знаю вот морда рыжая там трактора ездят люди ходят кричать бесполезно потому что уже не слышно туда и все я его вижу идет идет туда и туда идет представляете вот просто он идет туда ну и чем не делать просто стоять и ждать стоять и ждать интересно он когда поймет что он не один в этом мире вот поросенок стриженый ага он дошел до той дороги он дошел до той дороги там можно направо и налево вот интересно что это у нас ситуация впервые что он просто ушел не обернувшись туда я стою здесь так сейчас он немножко направо пошел интересное кино вернется назад или пойдет туда направо потом они будут рассказывать где видели рыжего пёселя на каком повороте вот я еще тоже однажды подумала что вот если он уйдет куда-то далеко интересно каким образом он вернется домой ну вроде шарится по этим по между деревьями то есть вроде я увижу туда-сюда он ходит здесь я слышу обрезают сады почему стою никуда не иду потому что если я сейчас спущусь в низину в сад то я тогда уже его не увижу интересно ну что все таки пойду туда на ту дорогу по крайней мере если он ушел направо туда хоть буду знать где он вот поросенок ну что вы хотите ничего не хотим да идет назад уже то есть он ушел как в прошлый раз я показывал вот туда добежал до новых этих домов хорошо что новые дома спутали его обоняние потому что раньше вот через ту дорогу там в обертой ринген вот туда мы ходили к наталья с ней и похоже он теперь когда сюда доходит он не очень понимает куда ему надо идти потому что здесь все раскопано и у него наверное обоняние вы посмотрите дом в прошлый раз здесь вообще был только котлован ничего не сказал посмотрел что мать все-таки пришла вот если бы я там осталась интересно ну наверно просто стояла бы уже неспокойно ну я правда уже позвонила андре сус хотела ему сказать чтобы он открыл дверь и калитку мало ли лево пришел бы просто домой вы посмотрите ему нормально да а то что мать 61 год тут мечется по садам ну главное что идет назад но это тоже мне хороший опыт интересно я сейчас не буду играть на поводок я посмотрю каким путем он пойдет верным ли он путем идет товарищ наш рыжий ты посмотри делает вид что прям так и надо вы понимаете то есть в лес он туда не ходил он сразу я видела что он обернулся посмотрел назад меня там не рядом не было и он пошел сюда так что ребята наташа если вы когда рядом увидите кстати вот в тех домах живет его одна подружка он мог по следам за кем-нибудь и уйти знаете мало ли тут есть девочка white терьер здесь не кастрированная он с ней дружит тоже то есть он мог уйти по любым следам потом он так уверенно пошел потому саду олени здесь живут прям несколько семей то есть у него знаете типа иной раз вот я состою в группах скотч терьеров по всему свету и вот там иной раз тоже показывает говорит скотч терьер на самовыгуле я уже сейчас андреасу но поскольку я все равно до него дозвонилась я гордо имей ввиду что если я буду отсутствовать ты ему не особо доверяй что он типа вышел да и где-то рядышком гуляет нет потому что он его вот как мы приехали он никогда собак на поводке не выгуливал но это мне потом уже докладывали соседи что они тоже убегали что они в какие-то тут ссоры вступали с местными собаками вот в том числе здесь потому что там в этих домах тоже есть собаки и иной раз они просто выбегают здесь охраняя свои жилища типа наша территория вообще увлечен просто до нельзя ты вообще не понимаешь что мама за тобой пришла тут два километра нет не понимает потому что совершенно другие мысли роятся в голове он же не кастрированный вот поросенок стриженный не хочет идти ему тут интересно посмотрите на меня внимание не обращает куда-то ему надо по делам по каким-то туда смотрят там олени живут ты посмотри что тебе там надо а лев те что там надо все теперь на поводке буду брать поводок на этот который крутящийся что что там это хорошо он до своей какой-то конечной цели не дошел то ли девочка почуял это наверное у нас течная тут все пошли тебе дашь слабину и все ты посмотри он вообще не хочет никуда идти для тут и собачка а ты куда собрался то вот так вот да все понятно весна наступила на поводок все я конечно практически на сто процентов уверена что он погулял погулял и вернулся вы но это если бы вот такая была тихая обстановка знаете никто не вышел никакая собака не стала охранять свои владения никакая течная собачка не вышла бы гулять потому что мне рассказывали соседи я как-то была в питере и он пошел с собаками гулять без поводков а леву поскольку не кастрированный похоже стал приставать там к одной собачки а когда он настиг эту собачку она тоже была в отдалении от своего хозяина так хозяин прибежал накинулся на левый стал его кинать ногами чтобы он отстал от собаки пока он там свою собачку на руки брал вы сами понимаете то есть если бы это была какая-то знаете далекая деревня где не было бы не больших дорог как вот у нас трасса есть потом вот там есть лошади лошади тоже опасны они могут его и копытом ударить в общем это не самое лучшее приключение которое можно предложить своей домашней собачки так он конечно погулял бы погулял и пришел бы однажды у нас вот они тоже заплутал здесь в кукурузе но он правда уже старенький был и он видно в темноте куда-то свернул не туда мы шли вперед там слева на горку поднимались поворачиваемся а то они нет а здесь знаете такая местность холмистая что чуть буквально два-три метра и ты уже скрываешься за очередным пригорком вернулись то не нет в общем тоже еще тот квест был уже было темно это была ранний осень вот здесь вот огромная кукуруза стояла я уже отвела лев домой закрыла взяла фонари пошла его искать и вот на этом пригорке наверх поднимаясь я думаю ну где он мог пойти здесь слышу шуршит что-то а он в кукурузе то ли он уже спрятался спать лег я не знаю выходит такой морда моя черная седая я горит и где был а он пошел по другой дороге то есть он нас уже не увидел свернул налево и пока он плелся по этому холму огромному может потом его тоже что-то привлекло запахи какие-то самой кукурузе на нашелся слава богу тоже еще тот стресс был лёва ты вообще домой не собираешься ну все лёва все подписал по себе приговор вообще здесь у нас много было всяких разных ситуаций вот на этом поле когда яблони сбросили весь свой урожай здесь старые видите деревья и в земле стали видеть гнезда осы и тут у нас ребята были знакомые мы пошли с ними гулять и лео с нами соответственно его осы снизу покусали представляете у него стали лапы розовые ты посмотри ему все надо какая-то машина там еще все тебе надо любого то в общем его осы покусали у него стали сначала лапы раздуваться подушечки розовые стали а потом он просто встал а потом он лег я поняла что как потом уже в интернете увидела у вас есть 20 минут короче я его подмышку домой засунула ему кларитин половинку кларитина поехала ветеринарную клинику мне доктор что сказала что все я правильно сделала иначе у него мог бы мог пойти отек очень сильные у него и так сильный то есть его укусили их сразу несколько этих ос и просто на глазах буквально за какие-то пять минут у него и лапы стали раздуваться и он потом вообще остановился и лег я его ставлю на коле и вставлю на колени я его ставлю на ноги на лапы а он садится хорошо что мы были рядом с домом быстренько то есть я пока его паспорт поднималась брала на второй этаж может быть таблетка все-таки уже подействовала то есть он такой вялый был пока мы ехали до ветеринарки в мекенбойрон минут 20 здесь ехать ну пока подъезжали я смотрю он уже немножечко и оклемался хорошо ему кларитин этот подействовал но тем не менее знаете покажу я если бы я дома сидела я бы уже уже вся на нервы и зашла а так мы уже туда приехали я смотрю и он вроде оклемался ну и докторша сказал что все нормально она ему тоже какой-то укольчик сделала тоже сказала вечером тоже можете кларитин повторить если 0 отек не спадет ну тут вот слава богу в общем эти собачьи дети как и обычные дети как все дети в мире и в нашей природе за ними нужен глаз да глаз сегодня его что-то реально просто замкнула представляете обычно он если куда-то убежит он на меня смотрит виноватым взглядом сейчас ему вообще пофиг ему надо было назад все все будем теперь гулять только на поводке у меня есть рулетка на 9 метров будем гулять на поводке потому что сейчас опасно стало кольбаса кольбаса ты ты посмотрите даже на меня не смотрит обычно ушки поворачивает знаете чтобы меня слушать нет у него ушки вперед направлены поросенок